Здорово, YouTube! С вами Павел, и сегодня у меня на обзоре те самые пираты Enlightened Brick под литерой 305. Это копия оригинального набора LEGO 96-го года 62-80. Кстати, что интересно, LEGO-вский набор насчитывает 280 деталей, а здесь у нас 310. То есть, все-таки это не совсем полная копия, и некоторые редкие детальки, которых нет у Enlightened, они компенсировали это своей формовкой и своими другими более простыми детальками, которые у них, соответственно, были. Что касается этого набора, то сейчас его довольно трудно найти, так как набор очень старый, потому как LEGO-вский оригинальный набор стоит новый 500 долларов, сейчас можно найти, и бэушный от 200 долларов. То есть, как ни крути, цены намного выше, чем у подобных наборов текущего поколения в LEGO. Итак, давайте посмотрим, что же это за набор поближе. Коробка достаточно крупная и с трудом помещается в кадр. На обратной стороне у нас есть альтернативные постройки, как и у LEGO. К сожалению, сейчас они так не делают, только в LEGO Creator. Но, соответственно, инструкций к этим постройкам нет. Также в верхней части у нас указаны некие функции этого корабля, то есть возможности. В самой коробке находились же еще две вот такие вот коробочки. Соответственно, в них и были уже расфасованы детали и находилась инструкция. Инструкция, на удивление, выполнена в форме книжечки, а также на первых страницах нас приветствует комикс. Поскольку оригинального набора LEGO у меня не было, поэтому я не могу сказать, был ли там такой же. И, соответственно, с пятой страницы у нас начинается сборка. Сборка, кстати, здесь осуществляется достаточно быстро. То есть у нас буквально за несколько пунктов собирается полностью корабль. То есть посмотрите, как быстро нарастают детали. На каждой странице по нескольких, почти десяток деталей появляется. И вот мы видим, на шестнадцатом пункте у нас полностью завершена сборка. То есть полный здоровый корабль собирается всего за шестнадцать пунктов. Ну и, собственно, давайте перейдем к постройке. Камеру пришлось немножко отдалить, чтобы она вся попала в кадр. Габариты достаточно внушительные у этого корабля, несмотря на относительно низкую цену и малое количество деталей. Так как у нас здесь основная часть корабля, киль и корма, собирается из трех деталей всего лишь. По мини-фигуркам нас в этом плане не обделили. У нас в наборе целых шесть мини-фигурок. У нас есть вот такой вот солдат. Также второй стандартный солдат. Третий. И четвертый у нас идет в роли капитана. Вот такой небритый и в такой треуголке. И, соответственно, у нас тут два пирата. То есть у нас обычный стандартный пират в треуголке и что-то типа рыжей бороды. Только без крюка и без деревянной ноги. Также без пера в шляпе. Что касается качества исполнения этих фигурок, то здесь оно низкое. То есть это не более современный, не более качественный Enlighten. Ни на одном из пинов на корабле нету формовки Энли. То есть здесь все, можно сказать, безымянные детали. Точно так же, как и сами мини-фигурки. Имеют довольно низкое качество изготовления. То есть у нас довольно легко отваливаются руки. Ноги держатся хорошо. А вот голова, опять-таки, стандартная проблема китайских конструкторов. Шлем прилипает к голове сильнее, чем голова к туловищу. Кисти очень туго крутятся. Некоторые очень и очень туго вставлялись. Сам цвет крайне низкого качества. То есть более современные китайские конструкторы. PRCK какой-нибудь. Шэньян и тому подобные. Намного более лучшего качества. Я сейчас говорю именно про цвет. Но так же и сама формовка. Здесь несколько не самая лучшая. Если этот корабль купить и поставить на полку, то в целом он выглядит достаточно симпатично. И с расстояния в пару метров он не кажется таким игрушечным и аляпистым. Но если чуть ближе присмотреться, то видно, что здесь цвета несколько блеклые и явно отдают Китаем. То есть это основная проблема этого набора. Ладно, то что здесь крепятся детальки не очень хорошо. Иногда приходится их либо очень туго закреплять, либо наоборот они слабо держатся и норовит отвалиться. Примерно задний парус держится здесь всего на одном пине. Вот на этой детальке. Такая огромная деталь. Функционально он может крутиться и поворачиваться влево-вправо. Но если неудачно задеть, то он может отвалиться. Что касается других частей, то еще у нас слабо держится поворотный плавник. Вот этот. То есть если мы начинаем его крутить, то он обязательно отвалится. Также детальки были поцарапаны. То есть изначально в пакете они видимо терлись друг об друга. И вот здесь вот такие синие царапины от других деталей. И с другими деталями есть такие же проблемы. В комплекте кораблю шел якорь, который накручивается на вот эту лебедку. Но я не смог нормально его зацепить и в целом не стал прилеплять, так как якорь достаточно громоздкий и большой. Также у нас здесь есть одна пушка. Такая же пушка, как и у Лего, которая также стреляет. Но соответственно выглядит и отлита не так качественно. То есть она явно отдает дешевизной китайской. И в целом это касается всех цветов. То есть даже здесь коричневый Reddish Brown выглядит очень блеклым и тусклым. Так же как и красный, и зеленый, и желтый. То есть даже к черному цвету есть претензии. Сразу видно, что что-то не то. Хотя казалось бы, черный самый простой цвет в реализации. На корме у нас находятся двери. А также здесь у нас находится руль. Такой же, как и из Лего. Но опять-таки более низкого качества. Также здесь вторая функция. Это то, что можно вот так поднять эту верхнюю палубу. И здесь у нас будет вид на каюту. Но самой каюты, как мы видим, здесь нет. То есть здесь находится именно пушка вот в этой бойнице. Попугайчик тоже довольно-таки упоротый. В середине у нас находится сетка, в которой по сюжету должен быть пират. В которой должен находиться пират. И можно ее опустить посредством веревки. И посредством вот этой мачты спереди. Что касается мачт, то держатся они сами по себе хорошо, но болтаются. То есть выдернуть ее не сказать, что очень просто. Но тем не менее, они немножко болтаются. По крайней мере задняя сильнее болтается, чем передняя. Парус закреплен только наверху. В нижней части он за счет веса растягивается. И за счет техник, деталей. И просто висит как бы. То есть при сборке у вас могут возникнуть некоторые проблемы с прикреплением некоторых деталей с установкой. Но, конечно, они не настолько сильные. То есть собрать его можно. Кстати, также тут у нас находится сундук с сокровищами. Монетки как в лего, только чуть-чуть другого цвета. И здесь их два комплекта. Подводя итог, конечно, это не самый лучший набор по качеству и по исполнению. Но, тем не менее, за неимением других, если вы хотите получить именно копию оригинального лего из 90-х, то других вариантов у вас просто не будет. Но по цвету исполнения вы видите сами, что он выглядит немножко как попугай. То есть здесь такое соотношение цветов. В лего было такое же, но там сами цвета были правильные. То есть здесь красный чуть-чуть розовый, желтый, блеклый, зеленый какой-то дешевый и слишком зеленый. И так со всеми цветами. То есть из-за этого, из-за того, что они все отличаются от оригинальных, получилось, что у нас корабль уже не смотрится так солидно и так классно, как он смотрелся именно в оригинале. То есть если рассматривать этот набор именно как полочный, то за свои деньги, да, я его мог бы рекомендовать. Но если его рассматривать как игровой или как набор на детали, то я думаю, что это не самое лучшее вложение средств. Так как фигурки здесь достаточно низкого качества, аксессуары также не самые приятные. И детальки будут плохо сочетаться как и по цветам, так и именно по своей формовке с другими деталями или с другими конструкторами. То есть это исключительно полочный вариант. Ну а на этом все, друзья. Если вам ролик понравился, я думаю, вы знаете, что делать. Пишите ваши комментарии, что думаете по поводу этого корабля, стоит ли его покупать в текущих реалиях. Ну а вам как всегда спасибо за просмотр, всем удачи и пока!